Вероятно, та область, где платформа процветает. Сериал о Джеффри Даммере от Райана Мерфи, вышедший в 2022 году, побил рекорды и стал одним из самых просматриваемых шоу в истории Netflix. Это привело к тому, что руководство решило запустить новый сериал на его основе. Так родилась серия «Монстр». Лайл и Эрик Менендес стали героями второго сезона. Я начал смотреть, ожидая такой же мрачности, как два года назад. Но очевидно, что в этот раз Мерфи выбрал совершенно иной подход. Поэтому я решил сравнить оба шоу и определить, какое точнее отражает событие и какое интереснее смотреть. Итак, приступим. Вот сериал о Лайле и Эрике Менендесе на Netflix против сериала о Джеффри Даммере на Netflix. Тьма против замешательства. Одно из главных отличий между сериалами о Джеффри Даммере и братьях Менендес в том, что один был серийным убийцей, убившим 17 человек за 13 лет. А братья Менендес убили родителей за один вечер в 1989 году и были пойманы через несколько месяцев. Разница в личностях и их изображении была кардинальной. Например, мы увидели, насколько психопатичным и больным был Джеффри Даммер. Это было жутко смотреть, но невероятно захватывающе. Каждая серия достигала такой мрачности, какой я раньше не видел по ТВ, заставляя нас чувствовать дискомфорт. Сериал не сдерживался в показе и получил за это много критики. Очевидно, это эмоционально тяжелая ситуация, ведь 17 человек погибли из-за действий одного ужасного человека. И мне кажется, этот сериал показал прошлое Даммера и его путь к безумному убийце линейно и понятно. Тьма была в сердце шоу, ведь в основе истории Джеффри Даммера и его убийств было отсутствие света. В сериале о братьях Менендес на Нетфликсе были элементы тьмы, а сцена убийства родителей была ужасающей. Но в центре дела братьев Менендес была большая путаница насчет того, убили ли они родителей из-за жестокого обращения или потому, что были социопатами и хотели финансовой выгоды. Замешательство было в основе того, что мы смотрели. Казалось, в этом шоу было много повторений. Мы видели, как некоторые события происходили снова и снова, будто Райан Мерфи хотел подчеркнуть, что никто, кроме братьев и их родителей, не мог знать правду. На самом деле знали, какими были их отношения. Мы видели Хосе и Китти злодеями, но и любящими родителями одновременно. Лайл и Эрик – жертвы насилия, но с чертами социопатов, что вызывает сомнения. Настоящие убийцы не попадают в одну категорию. Они известны своей непохожестью. Менендесы и Даммер различны, поэтому шоу разные, хоть и под названием «Монстры». Мне больше понравился мрачный тон шоу о Даммере. Оно было жутко впечатляющим. Но подход Мерфи к неясностям в деле Менендесов, расколовшим семью и общество, и тупик присяжных был творческим ходом. Однако первый сезон, мне кажется, было легче. Энн Питерс поднял роль на уровень, которого я не ожидал. Возможно, это его лучшая роль на сегодняшний день. Другие актеры, как Ричард Дженкинс и Ники Нэш, тоже были великолепны. Общее в этих шоу то, что они вызвали много споров среди зрителей после выхода. Сериал о Дарми вызвал такие споры, что семьи жертв обвинили Нетфликс в наживе на их травме. Нетфликс не связался с семьями до съемок, что показало их бесчувственный подход. Шоу о Менендесах тоже вызвало споры за несколько дней после выхода. В сериале была сцена близости братьев, и некоторые члены семьи Менендес заявили, что это неправда. Эрик также выступил с заявлением, что Лайл был изображен карикатурно, основываясь на ужасной лжи. Шоу о реальных людях и трагических событиях всегда рискуют перейти по черту для некоторых зрителей. Но в случае с сериалом Дхарма, казалось, что Нетфликс не совсем правильно подошел к теме, не поставив семьи жертв на первое место, что они определенно должны были сделать. Так какой же сериал лучше? Я бы сказал, что Дхарма значительно лучше, как телешоу по сравнению с сезоном о братьях Менендес. После каждой серии первого сезона я сразу включал следующую. Настолько это было захватывающе и жутко. Вот это шоу казалось слишком затянутым. Элемент путаницы был креативным, но из-за него шоу выглядело разрозненным, без естественного ритма. Оно словно разделилось на три части. Первые три серии – хорошие, о семье, убийстве и последствиях. Средние три – самые креативные, но тут шоу немного потеряло фокус. Финальная треть – суд над братьями, жестокость против наживы, вернуло шоу в колею. У Райана Мерфи свой стиль, и шоу о братьях Менендес явно его рук дело. А вот шоу Дхарма не так сильно. У него своя индивидуальность не похожа на типичный продукт Мерфи. Примерно как наблюдатель и политик при выходе. Звучит странно, но стиль Райана Мерфи иногда отвлекает от сути, и это шоу немного пострадало от этого. Оба сериала хороши и рассказывают о страшных преступлениях. По тону они оба мрачные. Один намного мрачнее другого и имеет события, выстроенные так, что зритель чувствует большую связь с историей благодаря более линейному подходу. Оба шоу захватывающие, и это неоспоримо. Но в плане качества телешоу, версия про Дахмера выигрывает. Вот и все. Шоу Netflix о Лайле и Эрике Менендес против шоу о Джеффри Дамере. Чтобы увидеть разбор шоу о Менендесах, нажмите на значок в верхнем углу. Субтитры создавал DimaTorzok